Уважаемые махачкалинцы, вот уже более трех месяцев мы боремся с бушующей инфекцией коронавируса. Последствия, вызванные пандемией, так или иначе затронули всех нас, каждую семью. Не осталось серы, которая бы не пострадала в силу последствий пандемии. Ситуация довольно сложная. Больницы полны заболевших. Врачи и медсестры работают на пределе возможностей. Но благодаря мерам, предпринимаемым под личным контролем главы республики Владимира Васильева и непосредственному вмешательству президента страны Владимира Владимировича Путина, по указанию которого к нам были направлены высококвалифицированные специалисты, а также лекарственная и иная помощь, ситуацию у республики удалось стабилизировать. Сейчас у нас даже наметилось так называемое плато, когда динамика нового случая снизилась и выровнялась. Но это плато довольно зыбкое. Специалисты говорят, что требуется не менее 20 дней стабилизации после выхода на плато. Я понимаю, что все устали от режима изоляции. Процессы, происходящие в экономике, довольно-таки непростые. Но жизнь и здоровье наших близких важнее. Поэтому сейчас нам важно сделать еще один рывок. Собраться духом и сплотиться перед лицом этой заразы. Не допустить нового всплеска инфекции, как следствие активизации межмуниципальной миграции, вызванной предпраздничной подготовкой и праздничными мероприятиями, такими как ид-намаз и посещение друг друга в день праздника. Муфти Республики, досточтимый Ахмад Хаджи Афанди, призвал нас воздержаться от этого. И я прошу вас последовать его призыву. Да, я понимаю, это тяжело. Это очень непривычно для нас. Не поздравить наед родных и близких. Не поздравить даже родителей. Особенно родителей. Но сегодня наша забота и любовь должны проявляться в дистанцировании от близких, в непосещении родных. Прошу вас также воздержаться от посещения рынков и гастрономов в ближайшие дни с целью закупок для празднования. К слову сказать, пару дней назад я сам зашел на рынок и увидел там ситуацию не самую благоприятную. Большая часть продавцов без масок. Посетители без масок. Сегодня мы переговорились с руководителями и учредителями продовольственных рынков. Большая часть разделяет нашу озабоченность, возможности вспышки от предпраздничной активизации и готовы самостоятельно приостановить торговлю. Мы договорились о введении ограничения торговли, начиная со второй половины 23 мая, чтобы дать возможность реализовать мясо, молоко и другие скоропортищиеся товары сельхозпроизводителям, которые привезли на рынок своей продукции. А пока мы будем бесплатно раздавать маски, перчатки всем посетителям рынка на входах, проводить дезинфекцию торговых пространств в течение всего рабочего дня. Возобновят рынки работу с 25 мая. Исходя из складывающей ситуации и следуя предложениям главного санитарного врача республики, оперативный штаб принял решение с 23 мая по 26 мая закрыть город на въезд и выезд. Также прекратить движение на территории городского округа. Всех транспортных средств. За исключением бригад скорой помощи, экстренных служб. Службы лично-коммунального хозяйства, водоканалов, электросетей и других, занимающихся устранением аварийных ситуаций и машин, вывозящих мусор. Поэтому прошу вас воздержаться от поездок в ближайшие дни. Воистину мы переживаем сложное время. Наши дома закрыты для родных. Мы вынуждены закрыть наши города. Скоро совместными усилиями Ишала мы победим эту болезнь. И вновь сможем спокойно гулять по родному городу и посещать своих родных. Каждый. И от каждого сегодня зависит, как скоро это произойдет. Субтитры создавал DimaTorzok